И снова всем привет на канале Олег Нестер в Брест. Сегодня у нас немножко подморозило, выпал снежок. Сразу скажу, наматись зимняя резина вообще ни о чем. Что летняя была, что зимняя, так же буксует. Ну может из-за того, что легенькая машинка. Сегодня мы с вами затрем проявочный слой на нитро-шпаглевке, которую мы нанесли вчера. То есть потом я, когда цикл весь пройдет по этой машинке, я сделаю переходы. Будет очень удобно смотреть новичкам. Ну и хотелось бы с утра сразу рассказать о нашем слете. У многих, кто новичок, мы создаем слет. Это единственный в мире первый слет именно гаражных мастеров, именно наше движение, движение нашего, да, моего канала, которое не только пропагандирует, но и действует, и помогает молодежи. То есть привлекает молодежь, привлекает новичков. Не обязательно это молодежь. Вообще людей, любых людей, которые хотят заняться этим ремеслом, у которых возникают какие-то вопросы. Мы создали канал «Зелой рации». Канал также называется «Олег Нестеров Брест». Там уже больше двух тысяч участников. По последней сводке было 2055 участников. Это только за два месяца наш коллектив собирается. Мы помогаем молодежи, если что-то у них не получается. Объясняем, как это сделать. Участвуем в комментах. То есть канал у нас интерактивный, видео выходит каждый день. То есть неважно, бывает это видеоурок, бывает что-то я о стороннем расскажу. Но, то есть смысл один, канал работает. И мы создаем слет, который состоится с 5 по 8 августа 2014 года в городе Брест. Проводится сам праздник будет на Царской поляне в Беловежской пуще. Кто не знает, на сайте есть на главной странице, там листаете вниз, картинка. Мы с дядей то листаем нашего сайта. На картиночку нажимаете. И ниже картиночки там есть программа сайта. Ну, сейчас там программа довольно-таки примерная, но цены близко. А в субботу я выложу, будут уже точные расценки, но они будут приближены же к этим. То есть расценки, программу тура, все это можете посмотреть. В программу входит ваш приезд, мы вас встречаем на машине вы или на поезде, с поезда тоже встречаем. Туристические, комфортабельные автобусы вас отвезут на место, где мы будем располагаться. То есть на базу. База располагается на озере, Белое озеро, в Брестском районе, 30 километров от города. Там у нас три корпуса, вернее два корпуса и летние домики. Это я показывал в дневнике номер 3, по-моему, или 2. То есть я снимал, показывал эти домики, показывал жилье. Дневник слета вы можете найти в папочке, если будете смотреть по папкам, там есть отдельная папка. Дневник слета. И там первый, второй, третий, все видео, это ознакомиться вы можете. Цена тура максимальная на взрослого составляет 240 евро. Это на весь тур. Не день, а весь тур. То есть с момента, когда вас встретят, все экскурсии, питание трехразовое, ночлеги, мероприятия. То есть сам праздник на Царской поляне с едой и там всеми делами, концертами тоже включено. Посещение музеев включено. Короче, все включено до того момента, пока вы не уедете. Вот так вот. На ребенка это составляет, по-моему, детям от 6 до 13 лет. 170 самый дорогой, по-моему, 125 самый дешевый. Я там не в курсе точно. До 6 лет дети жилье не оплачивают, оплачивают только еду, ну и само как бы мероприятие. То есть программа очень будет насыщенной. Смотрите дневник слета, в папочке дневник слета, там вы все поймете. В видео я постоянно какие-то коррекции ввожу по сайту. На ЗЛО рации на канале Олег Нестеров Брест. Мы обсуждаем часто эту тему, люди в курсе. Люди уже подписываются, подписалось уже, по-моему, 67 или 65 человек. Ну, как бы количество постоянно растет. Да, еще важный момент. На сайте подписывайтесь, конечно, да. Но, вернее, это для меня, чтобы я знал, кто подписывается. Кто наш друг? Да. И, то есть, я потом передаю эти списки, там какие-то коррективы. И будет там же где-то, я выложу, я вам покажу. Это будет отдельное видео. Я дам адрес этого турагентства, где вы будете закупать путевки. Путевочка уже на руках, оплатили, все. Цена уже не меняется при любом ходе событий. Ну, это как бы небольшое вступление. А, как бы для поднятия от доброго и веселого настроения с утра. Анекдот. Два чувака, короче, идут, блин, по улице. Один, второго за руку. Стой! Чего такое? Блин, там на той стороне дороги моя жена с любовницей стоит тут. Где? Тьфа! Да успокойся ты, это моя жена с любовницей. Такой анекдот. Ну и начнем тему дня. Заставка. Пошла! Как бы мы все завалили, да? На вчерашнем уроке это было видно. И покрыли проявочным слоем. Сейчас мы будем снимать проявочный слой с дядей Толей, да? И вы сразу же увидите, как он действует, его работу. То есть на этой двери это будет хорошо видно, потому что косяков здесь масса. Но мы их намеренно не прятали. Показателем всех косяков вы поймете, как работает все-таки этот проявочный слой. Многие спрашивают. То есть проявочный слой у нас попал во все дырочки, во все косяки, да? Когда мы начнем спиливать верхушечку, все эти косяки вырезаются, которые не попадают в ровную плоскость. И будем спиливать до того, пока не попадут. Есть такой вариант, что спилишь, но косяк не уйдет, значит он слишком глубоковат. То есть его нужно будет переложить. Как бы это не страшно, потому что нитрошпаклевка, ну, то есть вот эта жидкая шпаклевка, да? Она не является грунтом. То есть ее нужно будет перекрывать грунтом. Поэтому ремонтные работы поверх этого слоя производиться вполне могут. Ремонтные работы, я имею в виду, с нанесением наполняющих веществ, как шпаклевка. Шпаклевка, да, правильно. Ну и начнем. Ну и начинаем тереть. Как бы тереть будем 240-й шкуркой. Также крест-накрест покажи, Толя. И как можно увидеть, внутри, и как можно увидеть, шкурка забивается моментально. Поэтому тереть мы будем с водичкой. С водичкой не так будет забиваться шкурка. И, то есть, как можно увидеть, вот мы снимаем первый слой. Сейчас Толя потрет. Она забивается даже с водичкой. Так, ну, Толик, только три. Дай. Стол. И как можно увидеть... Держи. Вот, то есть, у нас ровная площадка, да? И вот тут вот косяки. То есть, где не хватает шпаклевки. То есть, тут слой у нас толстый. Несмотря, что у нас тут уже пилится, пилим дальше, пока не сравняем. Если где-то вдруг откроется металл, все, значит останавливаемся. Потому что плоскость у нас ровная. И вот, как видите, вот эти рисочки мелкие, я сейчас покажу. То есть, это и есть просадка. В нашу риску, то есть, притопился грунт, он остался там, просел. И сейчас, когда мы снимем рисочку, сделаем все это ровненько. Где требуется еще, подложим шпаклевочки и выровняем. После этого загрунтуем. То есть, ну, вот, как я вам сказал, проявочный слой показывает, где у нас чего не достает. Когда мы все сравняем до такого, значит, все у нас ровно. Как видно, мы сняли вот этот слой лишний, да, и видим, вот здесь у нас картинка. То есть, здесь вытертая, здесь картинка. Значит, здесь у нас ямка или поры. Здесь, вот здесь в некоторых местах. Вот, ямочки небольшие. То есть, мы сняли все лишнее и оставили только полезный слой. То, что у нас вот тут вот протерлось, это нормальное явление. То есть, это у нас не грунт, еще раз повторяю. Значит, мы перекладываем вот эти места, которые у нас не при перетирке, не выровнялись. Значит, здесь у нас ямка. Все, перекладываем эти места и вперед на танки. Ну, и перекладываем. Начинаем, как бы, с мелких. Шпатель всегда держите под острым, или как правильно назвать. Да, чтобы он у вас немножко прилегал. То есть, здесь дальше у вас поверхности ровные. Так что, достаточно просто постянуть. Чтобы переложить вот эту неровность. То есть, чтобы не было порозных, сверху вниз. Я, как бы, с небольшим напуском на площадь делаю. Это засада там. Так, тут вот еще, видимо, небольшая. Только не расслабляйся. Пусть даже эти поры небольшие у вас остаются. Ну, ничего. Еще раз, уже контрольный пробьем. Ну, и судите сами, брать такую дверь или нет. Геморроя до хрена. То есть, можно брать в том случае, ну, браться за ремонт. Если вы действительно искали и долго не могли найти ее. Ну, и вот мы, как бы, переложили это все дело. И сейчас так же убираем это все. И уже под грунт. Перетираем 240-очкой. 320-очкой. И грунтуем. Толстым слоем. Ну, и вот так после обработки выглядит деталь. Сейчас мы будем искать мелкие поры. Ну, типа вот таких вот совсем мелких пор. Мы их финишкой затянем. Вот тут видно, да, порки? Мы их финишкой затянем. И все. Все перетираем под 320 шкурочку. И грунтуемся. Ну, и хотелось бы дать такой, как бы, совет, что все-таки нитрой, как говорят, да, шпаклевкой жидкой не стоит пользоваться каждый раз. Но вот в такой ситуации, то есть на такую большую плоскость, она бесспорно вам поможет. Когда вы уже начинаете путаться, выровняли вы, не выровняли, да, где ровно, где неровно, глаз уже замылился, завалите слой, утром вы его спилите, и будете видеть уже точно, где вам нужно чуть-чуть подложить. Вот, в принципе, это и все. В таких делах, конечно, она поможет. Ну что, Анатолий, устал уже? Дверку потерей? Нет. Нет? Молодец. Пирожок с полки возьми. Еще бы пару дверек. Еще бы пару дверек. И умереть на миг, да? Молодец. Ровно, перец. Дядя Толя, когда не спросит, он никогда не устает. Молодец. Да, дядя Толя? Выключай камеру. Мы протерли уже 320-й шкурочкой. Дядя Толя сейчас подсушит. Обклеим. И будем грунтовать. И начинаем грунтовать. Первый слой идем наплывом. Ну и последующие слои уже начинаем укрывать. Вот такую гадость дядя Олежек сделал. Да. Вот, как вы видите, 3M-овский респиратор. Многие спрашивают, как он сам по себе. Респиратор очень хороший. Вот эта штука эластичная. На любое лицо подходит. Но еще говорят, что они как бы идут по размерам. Вот у меня, я так понимаю, М-ка. То есть, под мое морду лица он подходит. То есть, прижимается он очень хорошо. Не пропускает. Как бы нету потом вот такого орела от краски. Подсос воздуха. Ну и сейчас немножко проветрится. Наложу еще один слой. И накину проявочку. Проявочку будем ложить, так как у нас грунт черный. Кардинально другого цвета. То есть, ну, я положу серебро. Почему я для проявки использую металлики? Потому что они очень быстро высыхают. То есть, и тереть их потом легко. Они не забивают шкурку. То есть, не составляет труда. Еще забыл очень частый вопрос. То есть, когда вот загрунтовали, да, грунт немножко высох. И вы видите следы шпаклевки. Там какие-то царапины. То есть, это нормальное явление. Не пугайтесь. То есть, эта шпаклевка напитывает свое, что ей надо. То есть, проникает в риски. Это нормально. Просто на следующий день вы, как бы, все это перетрете и выровняете. И когда вы будете красить, то есть, этого уже не будет видно. Ну и проявочный слой. Обычный металлик мы берем серого цвета. Просто сверху накидываем. Не закрашиваем, а накидываем слой. Вот этого достаточно вполне. Все. Моем пистолет. Для чего нужен проявочный слой? Для того, чтобы грунт все равно немножко просядет. И мы это увидим. Будем убирать риски. И не исключено, что здесь еще есть мелкие недоработки. То есть, которые укроют грунт. Которые мы снимем грунтом. То есть, ну и затираем точно так же, как и нитро-шпаклевку. Как видно, на дверь у нас ушло два дня, как бы, полноценных. То есть, есть смысл просто поменять дверку и покрасить ее. Чуть меньше заработать. Ну, получилось вот так, что... Ну, как бы, зато вам показал. Ладно. Пусть там... Вернее, показал то, что такие двери не стоит брать. Это очень геморройная вещь. Даже для тех, кто уже привык тереть. Ну, а мы с додей Толи сейчас чуть-чуть подсушим дверь. Отставим ее в стороночку. И загоним машинку. Будем заниматься там мелкие коцки на машинке. Я показывал, да. То есть, будем их тоже исправлять. Так, чтобы завтра мы покрасили машинку. То есть, на субботу у нас тут будем отдавать машинку. И небольшой сабантуйчик там организовывается. Сабантуйчик, да. Без алкоголя, без водки. Так что, зря некоторые люди думают нехорошие, что баражники все алкаши. Далеко нет. Как бы и большинство их не пьют вообще. Даже чуть-чуть. То есть, я вот вообще не пью. То есть, многие люди, те, кто на канале, тоже не пьют. И у одного там такого человека нехорошего, паникер какой-то, я вообще не знаю. Ну, он сам такой, недалекий, да. То есть, высказывание у него было, что соберутся одни алкаши. Алкаш никогда вам не соберет на семью, считай, 700 долларов или тысячи, да, чтобы поехать на слет на такое, на мероприятие. Он не соберет просто таких денег. Нет, он их соберет, но пропьет. Он их не соберет. Потому что у алкаша самое большое, что есть, это на бутылку. И то он их стырит у жены там, да, или еще что-нибудь. А чтобы с семьей поехать куда-то, у алкаша такой мысли даже не будет. У алкаша мысль одна утром, как до магазина дойти. Есть люди, да, которые выпивают, которые умеют выпивать. Почему нет? Если человек выпил чуть-чуть и общается. У нас на канале есть такие люди. Кстати, всем привет. Знают, про кого я говорю, да. Уже, наверное, улыбается. То есть, привет. И этих людей я уважаю. Это адекватные люди, да. Но он выпил, расслабится. Почему бы нет, если человек умеет? Я вот не умею пить, я не пью вообще. То есть, поэтому, как бы многие люди из правительства не умеют пить. Они не пьют, потому что не хотят выглядеть дураками. Я тоже не хочу выглядеть дураком, и мне это мешает, поэтому я не пью. То есть, а те, кто может выпить там 100-150 грамм за столом, почему бы нет? Это хорошо, я считаю. Человек может расслабиться, может поговорить. То есть, это вполне нормальные, адекватные люди. Ну, и здесь вот мы ничего не будем делать. Как бы вот здесь, может, еще подделаем, да. Здесь не будем. Что-то тут такие сильные варианты. Кто-то так нормально приспособил. Эти царапинки уберем. То есть, в переходик потом покрасим. И здесь вот царапинки. Видать, человек просто очень ездил так аккуратно. Ну, как бы вот тут мы сделали. После двери мы это сделали. Тут чуть-чуть запачкали колесо, но я не стал закрывать. После, конечно, двери тут показалось это все очень легко и быстро. Ну, и там тоже сделали. То есть, все на ура сделали по Бырику. Минут 15, да, минут? Ну, и как бы здесь мы в переход покрасим. Тут еще покажу я на следующем уроке, как в переход покрасить. То есть, еще раз пройдемся, как замывать грунт восьмисоточкой, да. Ну, и на сегодня, в принципе, все. Ну, и на посошок анекдот. Итак, анекдот. Ну, анекдот такой. Муж приходит домой с работы, да, и говорит, ну что, сладкая моя, как дела? Ну, да, хорошо, все, супчик сварила, окрошки натерла, котлеток пожарила, детское белье перестирала, погладила. Вот сижу, носочки вяжу. Да, все хорошо. Но если завтра ты забудешь заплатить за интернет, я тебя убью. Такой анекдот. Сегодня все. Как бы я надеюсь, что-то вам понравилось в сегодняшнем уроке. То есть, тема все-таки, я думаю, актуальная. До следующего видео. Все, оно не заставит себя долго ждать. Собираемся все на слет. Ну, и хотелось бы пожелать всем здоровья, успеха в труде, терпения, взаимопонимания. Ну, и, конечно, добра и бабла. Все правильно. Вагон. Сегодня здоровенную телегу и два вагона. Всем удачи.